Всем привет! Я нахожусь на флешке. Значит, вот это можно посмотреть. У меня на ней свободно пару гигабайт свободного пространства. Ну, речь пойдет сегодня вот о чем. Очень часто бывает, что вам нравится какая-то определенная операционная система, но на нее не ставится ни программа SystemBug, ни программа FSArchiver. А вам бы хотелось иметь хорошую копию резервную этой программы, ну, скажем так, на всякий случай, в избежание всяких там непредвиденных аварий. Это легко сделать при помощи флешки. Значит, у меня вот флешка, на ней установлен Linux Mint Sonomon, ну, и установлена еще и вот эта программочка. Вот она, FS-архиватор. И сохранить, допустим, вот у меня есть копия, значит, Arch Linux. На нее ни SystemBug не ставится, ни QT4 FS-архиватора. Ну, не ставится и все. А, в принципе, неплохая такая операционная система. Я бы хотел на какое-то время ее у себя подержать бы в загашнике. Вот у меня в разделе Home, значит, имеется папочка, я назвал ее FSA. В ней, значит, находится у меня копия Linux Mint Sonomoda. И вот я сделал папочку Arch, она еще пустая. Вот сюда я хочу создать резервную копию арчика. Вот как мы это дело будем делать. Я, значит, запускаю программу QT4. Завожу пароль наш. И, значит, начинаем думать. Значит, у нас Arch Linux находился на восьмом разделе жесткого диска. Вот оно. Мы хотим создать, значит, это дело. Папочка Home, папочка FSA и вот папочка Arch. То есть, я хочу создать копию операционной системы Arch Linux в домашней папочке своего Linux Mint. Значит, что сделать? Он разрешит теперь записать. Да. Сохранить. Ну, да, на всякий случай. Количество ядрашек 4. Ну, и здесь напишем Arch. Ну, и напишем, что нужно сохранить этот раздел. Значит, ну, что, сохранить, так сохранить. Будем сохранять. Все, процесс пошел. Теперь ждем. Итак, архивная копия создана за 8 минут. Вот, сейчас посмотрим ее размеры. Значит, было 12 гигабайт, стало 6 гигабайт. Ну, в 2 раза, как говорится, ужали. Теперь, значит, чем будем заниматься. Теперь, значит, нам нужно будет просто-напросто. Ну, вот я еще здесь могу посмотреть. Ну, 34 отнять, 22, да, 12. Значит, теперь возьмем и отформатируем этот раздел, на котором у нас располагается Arch Linux. Вот он он. Я сейчас только его попробую отмонтировать. Возьмем его, отформатируем. Ну, вот здесь вот я напишу только Arch. Ну, вот, теперь только раздел у нас уже стал не восьмым, а двенадцатым. Ну, особой разницы я, как говорится, тут не вижу. Будем вставить Arch Linux, значит, на 12-й раздел жесткого диска. Вот и все. Значит, итак, идем вот сюда. Заводим пароль. И хоть на Arch Linux эта программа у меня и не вставала, вот мы возьмем и попробуем вот на 12-й раздел ее восстановить. Итак, вот у нас расположен Arch Linux вот здесь вот. Значит, и установить мы его хотим вот сюда. Значит, нажмем на кнопочку «Восстановить раздел». Ну, единственное, поставим наши ядрочки 4. Ну, нажмем «Восстановить». Ну, и подождем. Итак, значит, мы восстановились за 4 минуты. Теперь, значит, что мы сделаем? Ну, проверим. Значит, вот у нас имеется... Сейчас я пересканирую. Ну, вот те же 12 мегабайт у нас, они и восстановились. Гигабайт. Так, теперь, значит, важно настроить настройщики загрузки, потому что поменялась буква диска. Значит, это можно сделать или с Linux Mint Sonamono, где имеется настройщик меню. Здесь я на флешке никогда, собственно говоря, не проверял. Возможно ли это? Ну, посмотрим. Что здесь за чудеса будут иметься? Итак, я загрузился с Арчика. Ну, собственно говоря, мне саму до сих пор непонятно, на какой раздел жесткого диска я загрузился. Поэтому сейчас посмотрим. Да, 12. Значит, он все это дело подхватил, зацепил, и, как говорится, все нормально. Ну, ладно. Значит, вот таким вот образом, значит, это у меня одно из, один из рабочих столов Арчлинукса Mint. Есть еще X-Face. Есть еще KDE, по-моему, Plasma. И, не помню, есть или нет, Gnome. Сейчас их все перепробуем. Тем не менее, как видите, рабочие копии, значит, операционных систем, которые вам нравятся, но на которые по тем или иным причинам нельзя поставить программу SystemBug или программу FS-архиватор, все равно можно, значит, все это дело делать просто-напросто с флешки. Поэтому теперь ограничения по сохранению этих копий у вас практически снято. Ну, единственное, что не сможете вы создавать из них из-за образа. Ну, для многих это не столь и важно. Итак, проверяем следующее личико Арчлинукса. Итак, значит, это одно из личиков Арчлинукса. Называется оно Gnome. У Gnome очень красивый интерфейс. Значки яркие, сочные, крупные. Вот, посмотрите, как они красиво выглядят на рабочем столе. Ярко, сочно, крупно. Все программы, как говорится, вот самые необходимые, значит, они здесь видны. Что-то вам надо, там, допустим, взяли, там, нажали на какую-то программку, там, тут даже он, нажмите там на любой, стрелку начать, там. Играйте там себе, пожалуйста. Ну, вот, видите. То есть, вполне, как говорится, нормальный, хороший и красивый рабочий стол. Gnome, ну, Gnome мне нравился всегда. Единственное, я, значит, считаю, что вот у него то, что досталось недостаток от Ubuntu. Несколько, скажем так, неразвитая верхняя панелька, но это на любителя. Вот. А так, вот, пожалуйста, посмотрите. Тут много чего можно найти. И хорошего, и полезного, и интересного. Вон, еще тут что-то такое, по-моему, есть. Тут, очевидно, какие-то там картинки, там, или еще что-то там. Ну, ладно. Значит, давайте посмотрим следующий личико Arch Linux. А так вот выглядит рабочий стол Plasma. Типичный стол KDE. Вот тут интернет, значит, представлен. Нормально, и два браузера там есть, и масса чего. Дальше, значит, мультимедиа неплохо представлена. Программа для записи с экрана, видеоредактор. Ну, я особенно тут не буду подробно там все это вам рассказывать. Просто вот показываю, как выглядят рабочие столы Arch Linux. Вот таким вот образом. Ну, и попробуем сейчас вернуться на традиционный стол Arch Linux на X-Face. И так вот выглядит типичный рабочий стол X-Face у Arch Linux. Ну, что, ну, нормальный, хороший рабочий стол, так что могу его многим порекомендовать. Ну, об Arch Linux много говорят, значит, я могу сказать по себе. Значит, он труден в настройках, и на него, допустим, часть моих программ, которые мне очень нравятся, к сожалению, не ставится. Но это не значит, что если, допустим, они не ставятся, то, значит, я должен кричать, что Arch плохой. Ради бога. Каждый имеет право выбирать ту операционную систему, которая ему нравится. Вот. А так, значит, я вам показал, как сделать рабочие копии, показал, какие есть рабочие столы у Arch Linux. И считаю, значит, самым главным, что теперь вы можете создать копию любой своей операционной системы, которая располагается на одном из разделов жесткого диска. Вот. И всегда с нее восстановиться. Так что желаю вам всяческих успехов и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.